Привет! Вы на канале Тим Виты и Маша! Привет, друзья! Сегодня у нас распаковка по опросу! В этом видео мы сегодня сделаем обзор на Кагнайка 3! Ну что ж, не будем терять Хронос! Что-что? Японское имя Кагнайка – Альтер Хронос. А Хронос – это божество, которое олицетворяет время. Вот я и сказала, не будем терять время! А-а-а! Понятно! Давайте же посмотрим на параметры Кагнайка! Конечно, давай смотреть! Смотри, у него самая большая атака – восьмерка! Точно! Хотя сам Кагнайт К3, бейблэк типа баланс! Как это так? А потому что в нем есть секреты! О, секреты! Я люблю секреты! Секреты – это в этих подвижных деталях? Да, так и есть! Поэтому давайте его скорее открывать! Открыли мы наш новый бейблэк! Тимофей, давай рассматривать детали! Класс! У него энергетический диск! Он, кстати, с секретом! Довольно тяжелый у него силовой диск! Он под номером шесть! И у него интересная вот эта вот рамка! Называется, знаешь как? Метеор! Ух ты, какой у него мощный наконечник! Да, довольно широкий! Смотри, класс! А как зовут хозяина Кагнайта? А зовут хозяина Кагнайта К3, Куза Акерман! Это очень общительный и жизнерадостный мальчик! У него прическа похожа на энергетический диск! Да, точно, Тимофей! Ух ты! А у него такой есть пиджак смешной, как хохолок попугая! Так, Маша, у него же даже есть любимчик – попугай Кару! А еще Куза обожает различные цирковые представления! И, кстати, сам владеет навыками акробата! Так, какой секрет в этом диске? Маша, я уже понял! Здесь, скорее всего, можно переключать режимы! Точно, Тимофей! У Кагнайта К3 есть суперский трюк! Если нижнюю часть слоя переместить, тогда баланс изменяется либо на режим выносливости, либо на режим атаки! А, так вот почему у него атака восьмерка! Да-да, именно поэтому! Тимофей, давай попробуем прокрутить! Переворачивай! Смотри, видишь, вот этот слой нижний, он у него подвижный! А теперь смотри, какой интересный будет трюк! Видишь, здесь наверху есть... Вот, есть наверху маленькое отверстие! Видите, ребята? Теперь, вот, крути нижний слой, а я буду рассказывать! Если мы прокрутим... И вот, 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 ты только что прокручивал, смотри! И в этой, в этом отверстии у нас синяя точка! Видите, синий цвет! Это значит, что включен режим выносливости! В этом режиме вес равномерно распределяется по всему энергетическому слою, что создает стабильное и устойчивое вращение! А теперь, Тимофей, еще раз перекручивай! И в этом отверстии должна появиться красная точка! Щелкнул? Да! Вот, красная точка! А красный цвет у нас, как известно, это цвет опасности! То есть, это режим атаки! В режиме атаки вес самого Бэя концентрируется только на одной стороне слоя! Это дает небольшой наклон, вот, небольшой наклон будет, и неустойчивое вращение, ну, что помогает сбить с ног противника, подорвать равновесие противника, понял? Угу! А это что за глаза? А, вот, Тимофей, я еще хотела бы заметить, насколько продуман энергетический дизайн энергетического слоя! Посмотрите, ребята, вот это все детальки, как будто часовой механизм, видите? И в конце идет лицо самого Божества Хроноса, который и олицетворяет время! Интересно, правда? Да! На силовом диске выступают в виде петель! И, кроме того, есть вот такая вот дисковая рамка, и она считается самой тяжелой и толстой, называется Метеор! Вот, она тоже служит для атаки хорошей! Я видел на коробке, что драйвер, когда это трансформируется, давайте посмотрим! Давай, попробую его прокрутить! Прокручивается? Да, прокручивается! Так, а теперь вот вся фишка в его наконечнике! Если его прокрутить... Видишь, что здесь маленький наконечник? Да! Совсем такой маленький! Это значит, что он поставлен в режим выносливости! А вот если его еще раз прокрутить... Так, в какую же сторону? Ага, вот в эту! То наконечник уходит туда внутрь и образовывается вот такая плоская поверхность с дырочкой, видишь? Это значит, что он поставлен в режим атаки! Вот так вот! Пришло время сразить, как Найта! Я его пока соберу! А я приготовлю арену! А с кем же его будете сражать? С Вальтреком и Вайвроном! Давайте тогда с Вальтреком будем сражать в режиме выносливости, а с Вайвроном в режиме атаки! Давай! Вальтреки когда я готовы к бою! Я играю с Вальтреком, а я с Кагнайтом! Но прежде всего мы должны проверить, стоит ли Кагнайт в режиме выносливости! Так, давайте проверять! Где тут у нас наша голубенькая точечка, вот она! А также у нас наконечник, вот с такой пимпочкой выдвинутой! Все, Кагнайт в режиме выносливости, и он готов сразиться с Вальтреком В3! Раунд первый! Три, два, один, шоу! А посмотрите, как красиво Кагнайт крутится! Смотрите, он становится на серединку арены! И так красиво-красиво! А Болт в это время атакует! Посмотрите, кто же сдастся первым! И Болт сдался, между прочим! А Кагнайт продолжает крутиться! Победа! Раунд второй! Три, два, один, шоу! Давай, давай, ты сможешь! Смотрите, опять он стоит посерединке поля, посерединке арены! А Болт-Рейк, Егор, атакует! Так, вытесняется! Ура! Победа! Так, что ж такое у нас не получается, атаковать так как надо? Давай еще раз! Ну что ж, третий раунд! Три, два, один, шоу! Разогнались как-то! Опять вытесняет Кагнайт, но сил как бы не хватает! Посмотрите! Ура! Победа! Почему? 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 Не поймешь! Ну что ж, ну Кагнайт красиво идет! В режиме выносливости Кагнайт сильнее Вольт-Рейка! Посмотрим, как Ваеврон справится! Только нам надо Кагнайт переставить уже в режим атаки! Итак, Кагнайт против Ваеврон! Три, два, один, шоу! Давай, Кагнайт победим! Сейчас Кагнайт должен атаковать! Посмотрим! Вы посмотрите! В режиме атаки он слабее! Ничего себе! А ну давайте еще второй раунд! Раунд второй! Три, два, один, шоу! Давай, Ваеврончик! Посмотрим, как же закончится эта битва! Посмотрите, Кагнайт атакует! Но идут оба очень хорошо! И Кагнайт сдается! Вот это разворот! Раунд третий! Три, два, один, шоу! Посмотрите, как они суперски идут оба! Небольшие атаки! Интересно, чем же закончится этот бой? Посмотрите! Ваеврон сдался! Боками с два, один! И это уже интересно! Раунд четвертый! Три, два, один, шоу! Такие маленькие атаки! И Кагнайт сдается! Если у тебя есть Кагнайт, напиши нам, в каком режиме ты играешь! Подписывайтесь на канал! Тим Витович и Маша! Пока-пока! Пока, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok